Продолжение следует... Мы уже можем посмотреть кино. С помощью монтажа уже, по сути дела, заниматься созданием картины из того материала, который мы отсняли. Сейчас мы приехали на Ленфильм, и на Ленфильме у нас огромный блок съемок павильонных. Дело в том, что картина, которую мы снимаем, она про танковый бой. И у нас было задумано огромное количество сцен с танками, причем самых разных планов. И дальние планы общие, и крупные планы деталей, интерьер танка, в общем, все на свете. То есть стреляющее оружие танковое. И для того, чтобы все раздуманно реализовать, нам приходится придумывать всевозможные, всякие интересные технологии. Дело в том, что в современном кинематографе есть понятие специальных эффектов. Это традиционные эффекты, связанные с компьютерной графикой SFX. А есть практические эффекты, так называемые. Это то, что раньше как раз у нас называлось комбинированными съемками. В нашем кино оно, в общем, это такая довольно забытая технология. В Голливуде наоборот. В Голливуде они частенько к этому прибегают и здорово в этом разбираются. Ну, мы, можно сказать, возрождаем это в нашем кино. И это ужасно интересная работа, но очень объемная. Для того, чтобы снять все планы с танками и детали, которые нам нужны, нам приходится что-то снимать на настоящих танках, что-то снимать на макетах, что-то на полноразмерных макетах. В общем, делается огромное количество всяких декораций, которые нужны для фильма. У нас есть несколько сцен внутри интерьера танка немецкого. И для того, чтобы это сделать, нам пришлось построить полноразмерный макет. Естественно, художникам пришлось огромную работу проделать. Это и найти всякие фотографии немецких танков, как они были во время войны, какие вещи там были внутри, как это все было запачкано, где-то закопчено. Кроме того, ребята из Г1 Entertainment устроили нам экскурсию в Кубинский музей, и нам тоже позволили поснимать внутри танка. Теоретически можно было бы снимать, например, эти сцены в настоящем танке, но тогда у нас был бы ряд ограничений, которых мы здесь смогли преодолеть. Например, танк должен ехать. И для того, чтобы передать это движение, была построена вот такая вот структуальная полужина, которая позволяет двигаться и передавать это движение. Танк — это люди, которые там внутри находятся, они двигаются в такт этого движения, и тут как бы не нужно врать. Ну и, конечно, огромное количество всяких деталей, которые внутри есть. На мой взгляд, совершенно удивительная по качеству работа, ужасно интересная, дает массу всяких преимуществ. Вот это, собственно, и есть практические эффекты, которыми мы здесь занимаемся. Здесь сидит целая бригада ребят очень талантливых молодых, которые, собственно, это дело делают на компьютере. То есть вот эта технология, которую мы сейчас делаем, она позволяет нам отснять материал в павильоне и сразу же посмотреть, как это будет выглядеть в монтаже. Это очень круто. Мы это просто называем «Пентагон». Просто мы взяли и поставили несколько стендов, и отгородили это все темной тканью, чтобы не мешать им. И они здесь работают. Такая святая святых. Мы сюда никого не пускаем, никому не даем подсмотреть, что здесь делается, потому что здесь, собственно, рождается настоящая картинка, та, которая потом появится на экране. Что касается наших планов, о том, когда кино будет готово и когда мы уходим в прокат, эти планы не поменялись. Мы планируем закончить кино осенью и осенью выйти в прокат, как и планировалось раньше, в ноябре. Сейчас вот ведутся переговоры с прокатчиками, хотя у нас впереди большой очень блок постпродакшена для того, чтобы все это наконец привести, полностью собрать картину, сделать все визуальные эффекты, звуковые эффекты, написать музыку и все прочее. Но мы полагаем, что мы все это сделать успеем. Поэтому планы наши не изменились, друзья. Мы попытаемся выйти в прокат и приложим все усилия. Я думаю, так оно и получится осенью этого года.